Праздник Маленький такой рассказик. Случилось это в далекие 80-е, когда не было ни интернета, ни секса в СССР. Инженер получал 130 рублей, а в глухих провинциях, о многих прелестях капитализма большинство народа даже и не подозревало. В простой девчонке из богом забытой деревни где-то в Карелии приспичило поступать в питерский, тогда ленинградский вуз. И, как это часто бывает, с экзаменами вышло не очень, после чего пришлось устраиваться на завод и поселяться в рабочей общаге. А когда закончились деньги, поскольку северная столица уже тогда была городом дорогим, их надо было где-то найти. Родная деревня – не вариант. И красавица пошла по девкам узнавать, можно ли как-то подзаработать. Нужна подработка за хорошие деньги? С твоей молодостью – да не вопрос. Усмехнулись опытные подруги и объяснили, где нужно встать вечерком и дождаться ребят на машине. Наивная деревенская девчонка, 17 лет от роду, ничего даже не заподозрила и довольная махнула на автобусе к вокзалу на указанное место. Постояла немного. Тормозят. Рядом тачка притормозила. Оттуда парень. Кому стоим? Кого ждем? Мне бы денег заработать немного. Ухмылка. Но садись, поедем, заработаешь. Отъехали километра два. Свернули во двор. Привели девушку в квартиру. Ну что, говорит один из парней, иди давай в ванную, помой там, что нужно, а мы в комнате подождем. Ага, радостно кивнула красавица, прикрыла комнатную дверь и пошла в ванную. Пацаны в комнате открыли шампусик, вырубили музыку, выпили немного. Подождали. Еще подождали. Нет девки. Что за фигня? Сколько можно подмываться? Пошли за ней. И только вышли из комнаты, перед ними картина Репина. Пол в коридоре аж блестит. Ванная и туалет выдраны до белоснежного сияния. Посуда на кухне, которую неделю собиралась, перемыта и аккуратно сложена. А девушка заканчивает с годами нечищенной от жира плитой. Вычищает. Ошарашенные пацаны такое увидели первый раз в жизни. Переглянулись. Сказал один. Охренеть. Вытащил из кармана пачку сиреневых 25-рублевок и отсчитал золушке 8 штук. 200 рублей. Ого! Распахнула глаза девчонка. Это все мне? Тебе бери и езжай домой. Такси вызвать. Мальчики, это ж такие деньги. Давайте я вам быстренько еще окна помою. А то я не успела.